Всем привет! Ну что, давайте начнем сегодня, наверное, с вопроса сразу же к вам, потому что хочется узнать, как проходят ваши дни без NBA, чем вы занимаетесь, есть ли, например, в ваших городах тренировки, вообще рассказывайте, как обстоит обстановка вокруг коронавируса в ваших городах, пишите об этом в комментариях, будем обсуждать, делиться событиями, которые происходят с нами, я думаю, что лишним это не будет. Во-вторых, конечно же, сегодня нас с вами ожидает, опять же, разговор о новостях, которые происходили за последние несколько дней, коснемся темы новозаболевших и нововыздоровевших в лиге, да, есть и таковые. Кристиан Вудс из Детройта вчера, например, сдал тест, и оказалось, что у него коронавирус, при том у Эммануэля Мудяя, вроде как, оказывается, что его и не было, хотя тест-система показала положительный результат сначала. Пока что информации никакой официальной от Jazz не поступало, но и в СМИ он как-то пропал, остались только Донаван Митчелл и Руди Габер. В общем-то, тем сегодня будет достаточно много, все они, на мой взгляд, очень даже интересные, узнаем, почему до сих пор не все команды сдали отчеты о том, кто прошел тесты на коронавирус, а кто не прошел, что такое самоизоляция и почему это слово вообще так сейчас популярно. Но перед тем, как мы с вами ко всему этому перейдем, хотелось бы вам сказать, что мои друзья из компании Zenit прямо сейчас всем своим новым клиентам дарят бонус в размере 3000 рублей. Поэтому, если вы хотите поддержать свою любимую команду сейчас или сделать это в будущем, когда чемпионат стартанет, переходите смело по ссылкам в закрепленном комментарии и делайте это без каких-либо проблем, при этом забирая еще и свой бонус. Компании Zenit можно доверять, все проверено, все честно, высокие кэфы как стат у лидеров Востока и Запада, в общем, ссылки в закрепленном комментарии, переходите, а мы начинаем. Минимум 30 дней NBA и весь американский спорт вообще будет находиться на карантине. Насколько этот спонтанный отпуск в связи с коронавирусом может затянуться или, напротив, сократиться, сейчас не знает никто. Но в связи с этим у нас с вами возникают все новые и новые вопросы относительно того, что вообще в этом сезоне нам с вами ожидать от NBA, какие последствия спортивного карантина мы, возможно, с вами увидим и какие вообще вопросы сейчас витают в воздухе относительно сезона 19-20. Так что давайте с самыми актуальными из них прямо сейчас разберемся, плюс затрагивая, само собой, тему самых свежих инсайдов относительно коронавируса, NBA и всего вот этого. На самом деле это, наверное, один из самых важных и интересующих всех вопросов на сегодняшний день. Но ввиду того, что Лига сталкивается с подобным прецедентом вообще впервые, точного или даже более-менее усредненного ответа вам сейчас дать не сможет абсолютно никто. Все дело в том, что COVID-19, как само по себе явление в мире, это процесс слабо контролируемый и понятный. Поэтому единственным вариантом ответа, который тут может озвучиваться, звучит примерно так. Все зависит от того, сколько потребуется времени ассоциаций на то, чтобы взять ситуацию под свой личный контроль, сколько времени понадобится на то, чтобы государство в первую очередь научилось правильно бороться с распространением вируса, и сколько времени понадобится на то, чтобы сами люди научились максимально пристально следить за собой и собственной гигиеной. Все. Как только эти первичные пункты будут выполнены, тогда можно будет хоть как-то говорить о NBA и спорте вообще, так как если всего этого не будет, то такие случаи, как с Габером, станут не единственными, что ставит под угрозу абсолютно всех, начиная от игроков и персонала и заканчивая зрителями. Да и вообще не до спорта будет никому. Адам Сильвер, например, вчера в эфире TNT сказал, что перерыв минимум будет составлять 30 дней. Это официальное заявление от лиги. На первый взгляд, конечно, кто-то из вас скажет, что это много, мы столько не протянем, не проживем без баскетбола, но поверьте, в масштабах уже полноценной пандемии это срок реально мизерный. Марк Юбен же озвучил, как по мне, более адекватные цифры, что в районе 60 дней должен будет продолжаться отпуск игроков, и это просто более реалистичная картинка, ведь если опираться на тот же самый Китай, где, по сути, вспышка вируса уже начинает понемногу сходить на нет, и лишь благодаря суперусиленному надзору за этим, Китайская лига ушла на перерыв официально с 1 февраля и до ориентировочно 1 апреля, что считается, опять же, очень маленьким сроком. И это для страны, которая, еще раз напомню, прикладывает вообще все усилия для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Касаемо же этой ситуации мнения экспертов расходятся, но некоторые утверждают, что США еще не перешла в фазу пика болезней, и что наступить этот самый пик может лишь только спустя 2 недели от 12 февраля, поэтому нам просто явно всем необходимо сейчас будет запастись терпением и просто наблюдать за происходящим. Да и в любом случае, конечно, не самой ННВ решать, когда ее игроки вернутся на паркет, потому как есть ассоциация здравоохранения, чиновники, и именно они будут принимать окончательные решения. Это еще один популярный вопрос, который заставляет многих копающихся в баскетболе начинать рыться в архивах и отматывать время вспять. Но дело в том, что за исключением 1919 года, когда был отменен финал Кубка Стэнли из-за испанки, и промежутка с 1994 по 1995 год, когда бейсбольная лига отменила часть сезона из-за протестов игроков, более ничего подобного вообще никогда не происходило, что возвращает нас автоматом, опять же, к ответу на первый вопрос и к тому, что нет. NBA, в частности, кроме локаутов, сезоны никогда не задерживало и, в общем-то, не приостанавливало, так что подобное происходит впервые. Это еще одна достаточно интересная и обсуждаемая тема прямо сейчас. Вообще, конечно, однозначно на данный вопрос ответить сегодня достаточно сложно, потому как, с одной стороны, лига еще не встречалась с таким беспрецедентным случаем. С другой же стороны, в контрактах игроков есть определенный пункт, в котором прописаны действия по выплатам на случай войны, стихийного бедствия и в том числе эпидемии, с которой сегодня мир спорта и столкнулся. То есть пункт, который определяет, насколько меньше имеют право заплатить владельцы клубов своим игрокам. Конечно, я лично думаю, что игроков, находящихся на долгосрочных контрактах, все это обойдет стороной. Уже сейчас, в принципе, есть достаточное количество команд, подтвердивших, что они будут выплачивать зарплаты игрокам в полном объеме и без какой-либо попытки удержать деньги. Но есть, правда, один, а точнее два нюанса, с которыми все-таки в ближайшее время NBA придется как-то разбираться. Это, во-первых, игроки с двухсторонними контрактами, и, во-вторых, игроки с укороченными контрактами, то бишь исчисляются, которые днями. В ближайшие 30 дней соглашение закончится практически одновременно аж у восьми игроков ассоциации. Это Джо Чили, Донте Холла, Чессона Рендла, Доминика Пойнтера, Шелдона Мака, Драгона Бендера и Жакима Нуа. Что, как вы понимаете, ставит перед командами, подписавшими этих парней на 10-дневные контракты, один простейший вопрос. Будет ли кто-то продлевать, и как общественность вообще может отреагировать, если их фактически из-за вируса оставят безработными? В то время как, если бы они играли, например, то могли бы проявить себя и выбить продление на более длительные сроки. На самом деле, тут, наверное, в каждом отдельно взятом случае будет свой вариант развития событий. Возможно, какие-то игроки продление получат, какие-то не получат, а кто-то, может, и вовсе подпишется до окончания сезона, но просто за меньшие деньги. В общем, пока что картинка тоже не особо ясна, а по двух сторонкам так вообще все грустно на самом деле. Там пацанам не повезло, им платить будут деньги по контрактам J-лиги, неважно, сколько матчей они отыграли за NBA, J-лига, и все. А там зарплаты, как вы знаете, достаточно сильно отличаются. Не то, что в два раза меньше, а в четыре раза меньше. В общем-то, тут добавить особо больше нечего. На самом деле, это еще один достаточно интересный и волнующий многих вопрос, ответ на который знают, ну, наверное, только сами игроки. Кто-то будет стримить, кто-то смотреть сериалы и кино, как Джо Морренд, кто-то, как Леброн, будет пересматривать свои хайлайты. Дело, на самом деле, у парней масса. Некоторые из более успешных игроков смогут себе позволить тренироваться индивидуально, вообще не выходя из дома. И, в принципе, Сильвер и все команды дают именно такие рекомендации. Поэтому я уверен, что без дела сидеть никто не станет. Ну, а в дальнейшем, возможно, все перейдет на формат командных закрытых тренировок, которые сейчас запретили, если кто-то не знал. А там, глядишь, может и до матча и без зрителей останется недалеко. Хотя, судя по NCAA, конечно, смотрится это все крайне странно. За эти пару дней многие из вас достаточно уместно задавались подобным вопросом. Ведь, действительно, если, допустим, предположить, что NBA возобновит свое действие лишь через 30 дней, а то и больше, Сильверу, возможно, придется вновь чем-то пожертвовать. Ведь на весах будет стоять крайне непростой выбор. Это либо продолжение сезона в полном его объеме и смещение чемпионата вплоть до августа, либо соглашаться на то, что сезон должен быть будет укорочен. И, по данным от 12 марта, когда NBA уходила на перерыв, устраивать матчи на вылет без возможности завершать регулярку. Тут, опять же, палка о двух концах. С одной стороны, NBA может поднять волну негодования со стороны команд борющихся сейчас за пограничные места в постсезоне, что недоигрывание определенно лишает их возможности бороться за титул, и претензии, это, согласитесь, будет более чем обоснованной и логичной. С другой же стороны, есть график. График даже не игровой, а аренды арен, на которых, собственно, проводятся матчи чемпионата. Дело в том, что уход от привычного и уже утвержденного расписания может с собой повлечь банальную невозможность проводить игры тех же самых Clippers и Lakers из-за того, что Staples Center это то место, где на лето расписано буквально все поминутно, от концертов до всяких выставок и прочего. Плюс, не забываем еще и про команду NHL, которая также проводит свои игры в Staples Center, что создает огромные логистические и организационные трудности. Так что, скорее всего, я бы лично склонился к варианту укороченного сезона по регулярки, но полному объему матчей в плей-офф, финала и в дальнейшем нормальной летней лиге, драфт-комбайну, драфту, рынок свободного агентства и прочему. Ибо, если смещать все это на несколько месяцев вперед, NBA впоследствии, опять же, может упереться в достаточно большие трудности и проблемы. Это повышение травматизма у игроков, там на носу еще дальше будет Олимпиада, которая тоже фиг знает будет или нет. Так что вопрос, опять же, серьезный и требующий явно создания ни одного плана действия. Кстати, вы же тоже можете присоединяться, если он у вас есть в голове, пишите свое мнение в комментариях, будем, как обычно, потом обсуждать. Наверняка, это один из тех самых вопросов, который волнует больше игроков, чем нас с вами, а именно опции, бонусы по контрактам за достижение определенных статистических отметок и прочее. Да, согласен, тема больше уж совсем задротская, но на самом деле не менее интересная. Если подумать, то в связи с приостановлением матчей выходит так, что некоторые из игроков могут недополучить свои денежные вознаграждения за практически выполненные уже бонусные обязательства. Так, к примеру, Рикки Рубио, который ближе всех подобрался к планке с бонусами, у него прописано, что плюс 75 тысяч баксов он получит, если отыграет 65 матчей в сезоне и при этом будет бросать с линии не менее 82%. Он практически все это и выполнил. На данный момент времени Феникс, правда, отыграл 65 матчей всего регулярного чемпионата, в 57 из которых Рубио на паркете появлялся, реализовывая при этом броски со штрафа с процентом 85 и 3. Согласитесь, конкретно для него эта ситуация выглядит не очень приятной, он свои деньги, наверное, недополучит. Так, кто-то скажет, что это мизер, 75 тысяч баксов миллионы получают, но это все равно деньги, и он на них практически наиграл. Как вы, наверное, уже знаете, по сводкам новосей со вчерашнего дня, официально зараженными остаются пока что 2-3 игрока, где 100% подтвержденными являются Руди Габер и Донован Митчелл. Под вопросом остается пока что Эммануэль Мудиай, тест которого показал положительный результат на коронавирус, однако сейчас в СМИ его фамилия почему-то все реже и реже продолжает упоминаться, что наводит на определенные вопросы, хотя, может, это связано просто с тем, что звезды джазменов и ситуации вокруг них просто привлекают больше внимания. Пока, несмотря на все догадки, теории и попытки выяснить, как вирус мог распространиться по NBA, официально выявлено, опять же, только три случая. Плюс под подозрением оказывается еще и Кортни Киркланд, рефери, обслуживающий MyJazz за два дня до той самой злополучной игры в Оклахоме. Кстати, если кто-то не знал, именно поэтому в срочном порядке отменена была битва между Сакраментой и Новым Орлеаном, потому как именно Кортни должен был судить эту встречу и он на нее приехал. Но самое интересное, пожалуй, из всего этого кроется за пределами новостей о том, что кроме трех игроков джазменов больше никто пока что не заразился, а в том, что американские СМИ не спешат тиражировать. Связано это с тем, что, как оказалось, тест систем по выявлению экстренного человека коронавируса на данный момент времени крайне недостаточно. И оказывается, что, к примеру, все игроки Оклахомы после позавчерашнего матча до сих пор не были протестированы, а лишь отправлены на 24-часовой карантин. Че скажете вы? Ну это ж какой-то бред. Прямая угроза и прочее. Да, возможно. Но, с другой же стороны, есть заявление Питера Бейлисона, одного из чиновников здравоохранения в округе Сакрамента, который открытым текстом сказал, что при населении в полтора миллиона человек, их округ, к примеру, может позволять проверять себе в день не более 20 человек. Еще раз скажу, 20. Да, в определенных штатах цифры разнятся. К примеру, в Оклахоме 60% тестов было израсходовано как раз-таки на игроков Юты, то есть вы должны себе представлять масштабы. Где-то можно проверить 100 человек в день, где-то 50, где-то 60, но согласитесь, если у тебя в день заражается по 300, по 400 человек, а то и больше, это крайне маленькие цифры. В NBA, если что, напомню, играет порядка 400 парней, так что подумайте сами, опять же, над тем вопросом о тех самых 30 днях перерыва, когда сейчас крайне не хватает даже тестов для выявления у каждого из игроков заболевания, когда, опять же, большинство из этих тестов должны быть израсходованы на более нуждающихся пациентов, и что время не уходит на выявление вируса до нескольких дней. Поэтому я, конечно, надеюсь на то, что более из игроков никто бацилку эту не подхватил. Однако, если гораздо позже выяснится, что есть все-таки игроки, которых Руди заразил, то удивляться нам с вами, наверное, этому факту не придется. В общем-то, на этом сегодняшний выпуск подходит к концу, но перед тем, как мы с вами окончательно разойдемся, хотелось бы вас кое о чем попросить. Дело в том, что вся эта тема с коронавирусом, она для Ютуба является, ну, околозапретной. И поэтому многим из вас, как выясняется гораздо позже и вот за последнее время, уведомления о видео банально не приходят. Поэтому для того, чтобы Ютуб, даже если расценивал эти видео как опасные или нежелательные, а чтобы вы их все равно могли посмотреть при этом вовремя, я попрошу вас перейти прямо сейчас во вкладку с уведомлениями, где висит колокольчик, и поставить там галочку над словом «Все», а не на основе предпочтений, как стоит стандартно у многих. Я уверен, конечно, что только 10% на это сейчас согласится и сделает подобное. Кто-то забьет, кто-то уйдет, кто-то вообще уже выключил видос, но если сделаете, уведомления будут приходить вовремя, и видосы будете смотреть своевременно, а не спустя 2-3 дня, как происходит это сейчас. Всем большое спасибо за то, что досмотрели видос до конца, ставьте большие пальцы вверх, если он вам понравился, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых выпусков. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok